Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ, программа Бизнес Класс, меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, очередной вечер, очередное обсуждение проблем, ну прежде всего, конечно, обсуждение того, как чувствует себя наш отечественный бизнес в эти непростые времена. Ну, действительно, они непростые, только что в новостях даже Настя нам рассказала, видится конец света, Америки, наводнение, боже мой. Ну, ничего страшного, я думаю, не случится в глобальном смысле, как минимум, и мы будем жить, мы будем работать и будем зарабатывать деньги. Как это происходит, вот сегодня мы об этом говорим. Ну, прежде всего, я представлю моих гостей. В студии сегодня Василий Власов, президент некоммерческого партнерства, гильдия производителей бриллиантов и ювелирных изделий Республика Саха-Якутия. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер. И в гостях также Вадим Ячменихин, заместитель генерального директора Ассоциации гильдии ювелиров России. Добрый вечер. Ну, и, собственно, представляя моих слушателей, я произносил волшебные, на слух, по крайней мере, волшебные слова, бриллианты, ювелирные изделия. Отсюда ясно, что мы сегодня поговорим именно об этом рынке, о рынке ювелирных изделий Российской Федерации, что востребовано покупателями. Хотя, вот такая сноска в заголовке нашей программы, если позволите, мы все-таки об этом поговорим чуть позже, потому что я подумал, если мы сейчас начнем с того, что востребовано покупателями, сразу приходят банальности в голову. Типа, лучшие друзья девушек – это бриллианты, соответственно, лучшие друзья бриллиантов – это девушки, и придется обсуждать не заявленную тему, а то, что нам, тем более, три мужчины в студии, то, что нам, наверное, будет более интересно. Так что вернемся мы к тому, что востребовано покупателям чуть позже. Давайте мы начнем с другого, может быть, даже более серьезных, естественно, вещей. Уважаемые гости, я попросил вас прокомментировать, ну, одно, видимо, из ключевых событий последнего времени, я процитирую. В конце октября правительство Российской Федерации рассмотрит подготовленный Министерством финансового законопроект об усилении надзора за ювелирным рынком, который предусматривает создание новой федеральной службы по контролю надзора в сфере оборота драгметаллов и драг камней. Новый контролер получит право на внеплановые проверки предприятий отрасли и на создание у них постоянных постов наблюдателей. Кошмар. Бизнес опасается, и я считаю, что вполне логично, что новый порядок может усилить коррупцию и привести к угрожанию ювелирных изделий. В конечном итоге, уважаемые слушатели, это коснется нас с вами. Давайте начнем с этого. И еще один момент, я прошу прощения, вновь я отвлекусь. Я напомню, телефон в студии, да, по которой наши слушатели могут задавать вопросы. Это 6510-99-6, код Москвы-495. Либо адрес сайта финам.фм. Этот вопрос вы можете написать. Ну что ж, Василий, если не возражаете, начнем с вас. Прокомментируйте, пожалуйста, вот это событие. Мы говорили с вами за эфиром, я смотрел ваши грустные глаза, когда это все озвучили. Ну действительно, это какая-то, наверное, неприятная история. Да, безусловно. Должен сказать, что мы давно ожидали конкретных шагов от соответствующих правительственных структур в части изменения действующего федерального законодательства, которое регулирует производство и обращение драгоценных металлов и драгоценных камней. Нуждали мы потому, что эти две отрасли, гранильные и ювелирные, а сегодня, к сожалению, работают на, будем говорить, на грани рентабельности. И главной из этих причин этому является то, что действующее сегодняшнее федеральное законодательство, к сожалению, нагружает эти две отрасли, значит, сверх всякой, с нашей точки зрения, меры различными таможными, ввозными, вывозными, пошлинными, налогами и так далее, и так далее. И поэтому, когда, значит, был обнародован этот проект закона... То есть, я прошу прощения, вы-то ждали, что будет некое послабление, наверное? Естественно, поскольку мы в течение последних пяти-шести лет неоднократно вносили свои предложения, встречались, и даже в стенах Минфина работала определенная рабочая группа года-два, где эти все предложения рассматривались, и мы ждали, что, наконец-то, наше родное правительство откликнется на наши предложения, и вот дождались. Жить станет веселее, да? А ну вон что. Когда мы прочитали этот законопроект, ну, естественно, наше ювелирное сообщество, значит, не сговариваясь, высказало резко отрицательные отношения к этому проекту, поскольку мы полагаем, что это не государственный подход, это реакционный законопроект, который создает еще одну контролирующую структуру, это опять увеличение, так сказать, количества федеральных чиновников и так далее, причем достаточно большое количество представителей этой службы предполагается в этом законопроекте содержать за счет заводов. Это раз. Дальше вводятся дополнительные экспертизы, за которые заводы должны платить и так далее, и так далее. И когда это конкретный директор или президент завода или фирмы подсчитает, подсчитал, чем это для него грозит, ну, он только развел руками. В результате просто закрыть остается, да, пойти с миром. Ну, почему закрыть? Можно, как сейчас, процесс идет потихонечку выводить производство. Вадим, давай, что за процесс? Процесс потихоньку начинается, но он идет последние несколько лет, фирмы здесь закрываются, именно производители, в России, да, и выводятся в лучшем случае на территорию СНГ, а в худшем это Китай, Таиланд, другие страны с более благоприятным режимом. Я хотел бы вот просто к словам предыдущего собеседника несколько добавить. Дело в том, что почему так сложилось исторически в свое время при советской власти, как драгоценные металлы, драгоценные камни, так и само производство принадлежало государству. Но в то же время были структуры, которые непосредственно занимались от отрасли, начиная от добычи, тот же Роскомдрагмет, известный. То есть он хотя бы был в курсе дела, он непосредственно участвовал в создании нашего отраслевого законодательства при уже остановлении рыночных отношений. Дело в том, что в 1998 году, когда принимался наш закон отраслевой, драгоценные металлы, драгоценные камни являлись валютными ценностями, на них накладывались соответствующие ограничения. С 2003 года в связи с изменением закона о валютном регулировании и валютном контроле эти ограничения были сняты, но все они остались в нашем отраслевом законодательстве. Роскомдрагмет почил в БОЗе, как говорят, в связи с реформой Козака. То есть мы остаемся при Минфине, но в Минфине некому нами заниматься. Почему так долго тянулся этот процесс? И почему вот мы имеем то, что мы имеем? Извините, пожалуйста, а может быть вот этот шаг как раз и попытка создать некую федеральную, да? Нет, дело в том, что в полномочиях федеральной службы впрямую это записано контроль и надзор, никакого нормативного правового регулирования отрасли. То есть они будут, основная задача службы, контролировать исполнение действующего законодательства и пресекать нарушения. Но если законодательство в рыночных условиях советское, то что выявлять и пресекать мы будем? Это первое. Второе, еще несколько цифр могу добавить. По проекту создания федеральной службы, который был опубликован на сайте Минфина в прошлом году, ее численность составит вся 500 человек. То есть можно догадаться, что... Боже мой, это же сколько? Непосредственно контролеров будет, как показывает практика, не больше... Больше чем... Нет, не более чем две трети из них будут непосредственно выполнять контрольные функции. По данным пробирной палаты, около 50 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стоят на специальном учете. То есть как раз работают в этой сфере. Теперь мне скажите, человек 350 сможет проконтролировать эту массу? 50 тысяч, да? В лучшем случае это будет профанация. То есть проверки будут проходить раз в 30-40 лет. Если как положено их проводить. Зачем? Смысл. Это первое. То есть смысла проведения таких проверок нет. А второе. И сейчас на каждой стадии, от момента добычи драгоценных металлов и драгоценных камней, производства их, огранки, производства ювелирных изделий, торговли ювелирными изделиями, от минимум 4 до 7 государственных органов контролирующих уже соблюдают, наблюдают и контролируют. То есть там будет просто пересечение всего и вся. То есть смысла нет. То есть получается, да, никакого аргумента за, только аргументы против. Естественно. Тем более, что поскольку драгметаллы и дракамни не являются сегодня валютными ценностями, у нас сегодня существует федеральная служба, которая контролирует и защищает права потребителей. Это Роспотребнадзор. И поэтому сфера деятельности, значит, контроля за оборотом драгметаллов и дракамней, вот, пожалуйста, это сфера деятельности Роспотребнадзора. Это первое. Второе. Естественно, значит, есть специфические вопросы, которые требуют, ну, с моей точки зрения, быстрейшего разрешения, поскольку, значит, ну, например, во всем другом мире наши коллеги, значит, не соблюдают такие требования к своему бизнесу, как, например, значит, решетки на окнах, металлические двери. Не соблюдают. Не соблюдают, потому что их нету в природе, таких ограничений. Значит, сейфы, которые атомная бомба не возьмет и так далее. А теперь, прикиньте, стоимость вот этого всего. Вот так. И, к сожалению, ведь немало, значит, в нашей практике случаев, когда соответствующие структуры привлекают к ответственности за якобы нарушение советского законодательства. Василий, спасибо огромное. Мы продолжим этот интересный разговор. Сейчас слушаем новости на Финам.фм. Ну что ж, мы продолжаем наш сегодняшний разговор. Добрый вечер еще раз, уважаемые слушатели. Финам.фм. Программа «Бизнес-класс» в эфире. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем ювелирный рынок России. Представлю еще раз моих сегодняшних гостей. Это Василий Власов, президент некоммерческого партнерства, гильдия производителей бриллиантов и ювелирных изделий Республика Саха-Якутия. И Вадим Ячменихин, заместитель генерального директора Ассоциации гильдии ювелиров России. Для слушателей напомню, телефон в студии 6510-99, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, спрашивайте. Ну что ж, в первой части программы мы обсудили действительно достаточно серьезная тема. Вот этот вот законопроект, который готовится. Но он, я так понимаю, еще не было, да, Василий, заседания по этому поводу? Нет, официально еще он правительством не обсуждался. Ну, как Вы справедливо заметили, я так представляю, что это, как бы, вам такой повод, да, реакцию Вашу проверить. Ну и правильно, возможно, и сделали, поскольку это ведь не первая попытка, значит, принять вот таких дискриминационных нормативных документов. В прошлом году была сделана попытка, но тогда, к нашему счастью, президент Российской Федерации, значит, прислушался и остановил. То есть это даже до президента дошло, да? Потому что готовился документ, указ президента конкретно. Поэтому, естественно, значит, мы очень, как бы, заинтересованы в том, что сам-то процесс должен идти. Безусловно, да. Мы все понимаем, и также самые кураторы нашей правительства понимают, что надо действительно заниматься изменением действующего законодательства. Но не так, не так, как сегодня в этом законопроекте предлагается изменить цели государственного контроля. Сегодня действуют законы, 41-й закон о драгметаллах, драг камнях, федеральный закон, 294-й закон о защите прав потребителей. Они сформулировали цели государственного контроля. Это защита прав потребителей, значит, ювелирных изделий и других бытовых изделий из драгметаллов, драг камней. Это защита прав изготовителей от недобросовестной конкуренции. И это защита интересов государства. Все предельно четко и понятно. Теперь в этом законопроекте так целей предлагают трактовать. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений. Значит, в ювелирный, вот, изначально нас уже, так сказать, записали в нарушителей. Хотя, когда мы встречались, вот, недели две назад с авторами этого закона, мы требовали буквально, вы нам, пожалуйста, приведите факты, почему, что вас подвигло, вот, к изменению целей государственного контроля. И действительно ли есть эти нарушения. К сожалению, их и, к счастью нашему, они не смогли привести конкретных примеров. Все, весь разговор сводится к контрафактной продукции. Но наш-то российский производитель, он же никакое отношение к этому не имеет. Это таможня, пересечение границы. Каким образом этот, так сказать, контрабандный, контрафактный товар пересекает границу? Вот там, пожалуйста, разбирайтесь, контролируйте. В розничной торговле, где это происходит, там контролируйте. Но при чем здесь производитель, это российский? Да, при этом, когда им привели конкретные примеры, они говорят, лучше... Сошлись на том, что заявление, лучше пусть будет какая-то, пусть плохонькая служба. Да знаете, как говорили древние, синтутсунтаутнонсин. Пусть будет так, как есть, вот, или не будет совсем. Ну, должна она быть. Причем, пример проводился простой. С 2005 по 2008 год, когда приблизительно столько же изделий производилось, сколько и сейчас, порядка 80 миллионов штук клеймилось. И выпускалось в России в оборот. И сейчас такая же цифра. Проводилось порядка 800 проверок. Выявлялось порядка 8,5 тысяч изделий. То есть это менее 0,01%. С фальшивым клеймом или без клейма. Вот по итогам 2011 года было проведено 1100 проверок. Но проводили, правда, уже не пробирная палата, а проводила прокуратура с привлечением эксперта, специалистов пробирной палаты. Вот за год было проведено 1100 проверок. Выявлено 5,5 тысяч изделий. Проверок больше, выявлено меньше нарушений. Тоже нет оснований. Во-первых, говорить о ужесточении, а с другой стороны, нет оснований говорить об отсутствии контроля. Опять же. Да, логики мало, конечно, вот в подобных шагах. Ну, да ладно, дай бог, да, опять-таки, может быть, произойдет то, что было, да, как Василий рассказывает до этого. Попытка, потом противостояние профессионального сообщества. И те, кто захотел это сделать, ретировались, да, и успокоились. Дали возможность работать. Хотя, с другой стороны, да, тем не менее, шаги-то нужны, но шаги, которые улучшают ситуацию, а не ухудшают ее. Если, позволите, мы продолжим наш следующий, наш сегодняшний разговор в следующем формате. Я, читая так называемый меморандум, да, который вот профессиональные участники рынка как раз по итогам вот этих событий озвучили, я читаю статью первого этого меморандума, и, собственно, хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Здесь формулируются основные задачи, да, с целью развития отрасли, вот какие цели, собственно, ставят перед собой профессиональные сообщества. Первое из них – это создание благоприятных условий для развития ювелирного рынка в России. Ну, по большому счету, мы об этом сейчас и говорим, да, это прежде всего как раз разговор о законодательстве, да, о каких-то правовых актах. Это не только. Не только. Это не только нормативно-правовое регулирование отрасли. Опять же, подчеркну, когда у нас первые лица государства говорят о доверии бизнесу, о снятии административных барьеров, так сказать, исполнительный аппарат делает по-другому. Делает строго наоборот. Строго наоборот. Но, кроме того, надо затронуть такую вещь, как таможенно-тарифная политика в отрасли. Опять же, о чем мы говорим, создание благоприятных условий. Таких условий, как у нас, по-моему, ни одна страна-производитель ювелирных изделий практически не имеет. Если мы говорим о том, что Россия по добыче драгоценных, особенно золота, в пятерку входит, всегда первые места по добыче алмазов занимает, то по производству ювелирных изделий лишь 12-е место. То есть, имея потенциал, имея, так сказать, сырье, мы всего лишь на 12-м месте плетемся. Причем мы имеем отрасль уже давно. Она имеет исторические корни, имеет базу, имеет потенциал, имеет кадры. Все есть. Условий нет. Если мы возьмем пример, как всегда сейчас любят приводить Китай, 20 лет назад отрасли как таковой такой не было. Сейчас 18 миллиардов долларов, ее, так сказать, производство в России 5 миллиардов, для примера. Экспорт порядка 8 миллиардов. На этот год они планируют. У нас порядка 40 миллионов долларов всего лишь. Добавно. Ну, в принципе, конечно, пример Китай достаточно яркий в любой отрасли, наверное, да, или в общих многих отраслях Китай. Это отдельное пятно на карте мира, да, экономическое в том числе. Но, тем не менее, я соглашусь с высказыванием Вадима. Что же мешает, да, имея непосредственно база, потенциал, огромное количество плюсов, что же мешает двигаться и быть конкурентноспособным? Вот если можно, об этом мы поговорим. Насколько российский бизнес в этой отрасли конкурентноспособен с точки зрения мировой конкуренции? Спасибо. Ну, вот здесь несколько составных частей. Ну, во-первых, начнем, так сказать, с самого первого этапа приобретения сырья. Золотые, значит, ну, золото, из которого изготавливаются изделия. К сожалению, сегодня, допустим, золотые слитки в банках. Производитель, покупая, плачивает налог на добавленную стоимость. Еще 6 лет назад, значит, Владимир Владимирович Путин на одном из совещаний в Магадане, значит, дал поручение убрать этот налог при продажах золота в слитках, как физическим, так и юридическим лицам. Юридическим лицам отменили, юридически продолжают платить. Почему? Ну, это надо спросить в министерстве, соответствующие. Вырвался вопрос просто. Дальше сырые алмазы, то есть огранщики покупают сырые алмазы у наших добычных компаний, уплачивают тоже налог на добавленную стоимость. В то же время добытчики наши алмазов, продавая зарубежным потребителям эти же алмазы, значит, с них налог не взимают. То есть нулевая ставка НДС. Вот, пожалуйста, мы уже лет 6-7 эти вопросы ставим, вопрос не решается. Дальше идем. У нас в России, например, значит, из-за того, что высокая заработная плата по отношению к Китаю, допустим, и Индии, рентабельно огранить мелкие рассевы алмазов невозможно. И поэтому, значит, наши производители уверенных изделий, как правило, вот эти мелкие рассевы ниже трех грейнеров завозят из-за рубежа. Точно так же, как цветные вставки. Мы же знаем, что у нас в России, кроме алмазов, ничего другого из драгоценных камней не добывается. Ни сапфиры, ни изумруды, ни александриты, ни топазы, я уж не говорю там про жемчуг и кораллы там и так далее. Это все ввозится. Но когда ввозит наш производитель из-за рубежа, он платит ввозную пошлину 20%, и тут же еще и НДС-18, то есть сразу на 38% изделия, еще не изготовленное, уже несет на себе вот такую нагрузку. А это ведь потом потребители... Прилавки, конечно. Вот тебе, пожалуйста, говорим. А за рубежом этого давно-давно нет. Дальше гранильные станки, ювелирные станки в России не производятся. Мы их тоже завозим из-за рубежа. Платим те же, значит, 20%, тот же НДС и так далее. Теперь производство. Значит, естественно, я думаю, что мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы объемы производства ювелирных изделий в России из года в год увеличились. И поэтому вот этот оборот, который существует между продавцом и покупателем, он тоже должен быть рыночный. Он должен быть очищен от всех вот этих, так сказать, регуляторов, которые были, значит, в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого столетия введены. То есть вот это все. Дальше пересечение границы. Ну, просто уже смешно становится, когда, значит, вот в Израиле там или в том же Китае сидишь на, значит, таможенном посту, и эта вся процедура затратит на эту процедуру. Производитель тратит 3-4 часа. А у нас дни недели. Ну, как можно конкурировать нашим производителям вот с их коллегами из этих стран? Убрать надо все вот эти ненужные ограничения, и это позволит резко увеличить производство. А спрос-то ведь есть. Спрос у нас в России на ювелирные изделия растет. При всех вот этих неблагоборятных, так сказать, условиях у нас эта отрасль сегодня, значит, прирастает ежегодно на 15-20-30 процентов. Кто еще? Назовите еще такую отрасль в российской экономике с такими темпами роста. Нет их. При том, что государство только ставит палки в колеса, по большому счету. То есть, сам по себе, модернизация производства идет за счет собственных средств. Все вложения в отрасль только собственного, бизнеса. При этом мы показываем действительно темпы определенного роста. Сейчас, вот сейчас, отрасль стоит действительно, почему и был подписан этот меморандум, на перепути. То есть, если сохранится и будет консервирована текущая ситуация, то, что есть, это будет действительно потихонечку закрытие, бегство, импортозамещение нашей продукции. Если мы начнем развиваться, то мы можем, во-первых, заполнить собственный рынок. То есть, потенциал потенциал. Да, и хорошо экспортировать. Спрос большой, все-таки порядка 170 миллиардов долларов. Спасибо, сейчас мы еще раз послушаем новости, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем наш разговор в эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня обсуждаем, у меня даже такая ассоциация, солнечную тему, солнечную, блестящую, радостную, ювелирный рынок. Но пока все полчаса, все 30 минут эфира, впечатления, к сожалению, нерадостные. Мои сегодняшние гости, я напомню, в гостях Василий Власов, президент некоммерческого партнерства гильдии производителей бриллиантов и ювелирных изделий. Как звучит-то, боже мой! Извините. Республика Саха-Якутия и Вадим Ячменихин, заместитель генерального директора Ассоциации гильдии ювелиров России. И действительно, все половины эфира практически, да, мы говорим о том, что сплошные проблемы, проблемы, сплошные препоны, я бы даже сказал, развитию этой отрасли. Несмотря на то, что, как правильно сказал Василий, у нее огромный потенциал, да, такой прирост ежегодный практически. Позавидует любой бизнес такому, любая отрасль. Да, да, все это неприятно. Вот за эфиром мы, кстати, обсуждали тему, Вадим, да, Россия вступила в ВТО. Насколько благоприятно это, да, и для ювелирного рынка. Ну, так сказать, ситуация по большому счету не совсем благоприятна именно для отечественных производителей. Почему? Потому что вступление России в ВТО в соответствии с, так сказать, проработанными договоренностями предполагает снижение ставок таможенных пошлин. Причем снижение ставок таможенных пошлин не только на ювелирные вставки, то есть драгоценные, полудрагоценные камни. У нас сейчас порядка 60% ювелирных изделий мы выпускаем со вставки. Извини, пожалуйста, я правильно понимаю, ювелирная вставка, да, это то, что вставляется в золотое изделие. Да, в золотое, серебряное, платиновое, паладьевое изделие. Она может быть драгоценной, полудрагоценной, природной, искусственной. Как правило, это камень. Так вот, как правильно было сказано выше, у нас кроме бриллиантов ничего не производится. Сейчас начали опять восстановить добычу, производство изумрудов, но это мизер. Все остальное мы ввозим. Так вот, в связи с вступлением ВТО в течение нескольких лет ставка таможенных пошлин на импортную и ювелирную продукцию упадет до 10%. А на ювелирные камни, которые, опять же, ювелиры покупают, будет 10-12%. Где защита отечественного производителя? Абсолютно нет. Она отсутствует, как класс. Абсолютно ее нет. Ее, к сожалению, нет. И мы просчитывали, даже с учетом того, что ювелирные изделия импортные завозятся, платится таможенная, пошлина, НДС и так далее, не продаются в Россию. То есть они получаются с такой таможенной тарифной политикой дешевле, чем у отечественного производства. Хотя трудозатраты на производство сырье стоят одинаково во всем мире. Золото котируется на лондонской бирже, все покупают по лондонской цене. Бриллианты тоже самое. И все драгоценные камни не котируются по биржам. Это биржевая торговля, как правило, идет. То есть цены для всех одинаковые. Трудозатраты в стоимости изделий, они, фод составляет там несколько процентов, тоже на это пенять нельзя. Почему тогда, получается, мы проигрываем потихоньку собственный рынок? Потихонечку, да, это идет. Сейчас как минимум 10% ювелирных изделий из золота импортные на рынке. По серебру до трети доходит импорт. Хотя у нас все это есть, мы можем выпускать очень конкурентную продукцию. Кто бы что ни говорил, наши дизайнеры занимают призовые места. Самый известный конкурс, это проводят по дизайну, был проведен в Гонконге, подведены итоги. Среди всех дизайнеров и ювелиров наш ювелир, Эльгис Фалутзянов, занял первое место по дизайну. Во всем мире признано. Да, кроме родимого отечества. Я правильно делаю вывод, что рынок неконкурентно способен, если смотреть за рубеж. Или есть очевидная проблема в этом, с точки зрения конкурентов? Безусловно. Это проблема. Да, мы в течение получаса об этом как раз говорим. Но я хотел бы сейчас коснуться вообще наших планов. При всех вот этих проблемах, тем не менее, наши корпоративные позиции как раз нацелены в будущее. Это здорово. Но если у вас сплошные препятствия на пути-то, да, как их преодолевать-то? Вот почему мы, неоднократно собираясь, сформулировали нашу общую позицию к нашему родному правительству. Значит, если, например, сегодня у нас из добываемого объема золота всего только примерно 25% в России идет на изготовление ювелирных изделий. Это мизерно, это очень мало. Та же Индия ввозит, значит, в год 800 тонн золота. Китай к 300 тоннам золота, понимаете? Известный потребитель, да, у них там... Нет, дело в другом. Не только. Я маленькую ремарочку сделаю, что минимум 75% добываемого золота в мире используется как раз в ювелирной промышленности. А мы используем 20-25%. Поэтому нам-то надо стремиться к тому, чтобы не просто сырье, как мы уже, значит, сколько уже десятилетий продаем, так, а изделия, готовые из этого сырья, надо продавать. Ну, президент первый и второй, значит, уже устали об этом говорить, так, но надо что-то делать наконец-то. Вот мы и предлагаем, давайте мы в качестве первого шага увеличим объем золота, используемого на производстве ювелирки, до 60%, как первый шаг Российской Федерации. Давайте мы, значит, вот сделаем программу на ближайшие 5-6 лет, чтобы не 1% с маленьким хвостиком ювелирных изделий с бриллиантами от мирового объема изготавливать, а дорасти до 14%. Это все реально. Но помогите нам. Мы не просим никаких преференций, значит, от правительства, так, мы говорим, снимите, пожалуйста, эти вот ограничения, которых нет во всем другом мире, понимаете? Кроме, может, там, какого-нибудь банановой республики. Ну, да, не будем пока еще, да, сравнивать с банановой республики. Но, тем не менее, Василий, вот вы мне скажите, вот это все, о чем вы сейчас говорили, все, что вы... Вы кому это адресуете, кому? Кому это адресуете? Хорошо, давайте я тогда позволю себе некую историческую справку. Давайте. Вот я, как президент гильдии Якутии, в нашем совете с правительством республики Саха-Якутия, Алмазным Советом, значит, 7 лет назад, 7 лет назад мы сформулировали, значит, целый блок предложений об изменении о либерализации федерального законодательства. Значит, после этого мы встречались, значит, и с гильдией российской ювелиров, и с ассоциацией производителей бриллиантов, и так далее, с компанией Алроса, это добычная компания. И президент республики, господин Штыров, значит, вносил этот блок предложений подряд всем премьерам, подряд, которые у нас в те годы достаточно часто менялись. Наиболее, значит, серьезное поручение было дано премьером Путиным Владимиром Владимировичем, значит, в феврале, по-моему, 2008 года. Когда, значит, действительно, министерству финансово было дано конкретное поручение проработать эти предложения. Ну, на первых порах проработка началась, потом все постепенно, значит, здесь можно на форс-мажор еще, наверное, да? Ну, некоторые предложения были учтены, когда готовились документы, значит, вот, связанные с оборотом драгметаллов, драгкамней в связи с созданием таможенного союза. Но все-то остальное осталось без движения, то есть, значит, не сегодня и даже не вчера эти предложения были сформулированы и, значит, положены на стол правительства Российской Федерации. Понимаете? Значит, да, по некоторым предложениям формально, значит, нам говорили, что это приведет к некоторому снижению доходов федерального бюджета. Ну, допустим, вот, налог на добавленную стоимость вы предлагаете вот убрать, так, а, значит, там бюджет потеряет там миллиард, пару миллиардов рублей. Ну, мы говорим, мы же ведь просчитываем все это. Конечно. За счет этого производство-то увеличится, и увеличатся налоги, которые отрасль платит и в федеральный бюджет, и в региональный, и в местный бюджет. Эти налоги увеличатся в общей сложности. Но почему-то нам каждый раз... И будет не минус миллиард, а плюс пять миллиардов, например, правильно? Несомненно. Конечно. Не, ну я... Несомненно. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы, значит, соответствующие структуры, в первую очередь Министерство финансов, потому что он нашим куратором является сейчас пока, и комитеты соответствующие Государственной Думы, значит, наконец-то вот... Услышали. И разобрались в этих вопросах, значит, может быть поэтапно, но надо, тем не менее, начинать либерализацию федерального законодательства, регулирующего производство и оборот драг металлов и драг камней. Это совершенно назревшее, оно уже перезревшее все. Я представил, вот исходя из ваших слов, предложение сформулировали и положили на стол. И вот он там лежит. И вот оно лежит, и никому оно не нужно, и никто... Нет, дело в том, что было многочисленное обсуждение, как вы помните, и в Совете Федерации, и в Госдуме, и при Минфине, собирая все, Минфин, начиная с 2005 года, вот я поднимал просто недавно материалы, признает наличие проблем и говорит о том, что мы работаем над их решением. Ну, если движение все цель ничто, то можно работать десятилетиями. Естественно. Но вот у нас получается, к сожалению, вот так вот. Да, надо, кстати, отметить, что в том законопроекте, который сейчас предлагает Минфин, некоторые послабления, ну уж совсем, так сказать, из советского прошлого, они делаются. Делаются, допустим. Это отмена обязательной транспортировки драгоценных металлов, драгоценных камней, спецтранспортов, сопровождение вооруженной охраны. То есть это все... То, о чем Василий говорил, да? Решетки на окнах, там, сейфы. Нет, решетки на окнах. Я имею в виду из этого же списка, да? Из этого же списка, да. То есть, понимаете, получается абсурд. Маленький пример, все смеются. Вы, как частное лицо, зайдете в банк и купите мерный слиток золота. Поможете его и пойдете спокойно. Дальше что хотите, хоть орехи им калите, хоть, извините, в унитаз спускайте. А вот если вы, как юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, купите этот слиток... Вы обязаны. Вы обязаны, да. Потому что если вы выйдете из банка и пойдете в сторону метро или в сторону своей машины, а если, не дай бог, будете в сопровождении бухгалтера, то это уже будет организованная группа лиц. 191-я статья до 7 лет. Вот у нас такое есть, есть. Как раньше говорили, отдельные перекосы. Я, по-моему, Зощенко замечательно формулировал. Есть на некоторых участках отдельные перекосы. Да, но при этом, так сказать, как раз требования к хранению и сохранности, они остаются. На самом деле должен решать рынок. Если, понятно, я произвожу изделия из серебра, и у меня там в обороте находится килограмм серебра, зачем мне эти решетки на окнах и, так сказать, по высшему классу защиты. Понятно, если я делаю изделия с бриллиантами, я буду это страховать. А страховая предъявит ко мне требования. Конечно, сам же ты в этом будешь заинтересован, правильно? Естественно, если я везу 10, так сказать, маленьких слиточек для производства, понятно, я его повезу, так сказать, в кармане. В кармане, да. Легке. То есть проблем много, а некоторые из них, самые-самые, на наш взгляд, уже одиозные, о которых мы стучимся 8 лет, да, идут навстречу, но не до конца и не во всем. Конечно, я добавлю, некоторые решения, естественно, за эти годы приняты. Вот сегодня мы уже не вспоминаем там квоты, лицензии, это не так давно отменено, но это тоже было, квоты на экспорт, лицензию на экспорт и так далее, и так далее. Слава богу, значит, вот эти решения были переделаны, значит, пересмотрены. Но надо дальше двигаться, надо дальше двигаться, надо перенимать тот мировой опыт, который сегодня, да не сегодня, он уже много десятилетий в мире, продажа, значит, изделий, вот сертифицированный бриллиант. Сегодня по закону нашему действующему 41-му, значит, бриллианты производитель обязан, значит, экспертировать, то есть гемологическую экспертизу провести, значит, получить сертификат. Закон не разрешает не сертифицированный бриллиант продавать в торговле, хотя во всем мире, как правило, продают не сертифицированные бриллианты. Но это не опасно, это не повод для того, чтобы... Понимаете, у нас есть закон, который четко прописывает, значит, где, в каких случаях надо такую экспертизу делать. Я понял, Василий, извините, сейчас мы еще раз послушаем новости на Финам.ФМ, а потом обязательно продолжим этот разговор. Ну что ж, друзья мои, заканчивая, к сожалению, время эфира, у нас осталась последняя часть, а разговор все интереснее и интереснее, ну как очень часто и бывает, потому что тема практически бездонная, да, и мои сегодняшние гости вот эти вот, так сказать, по нерву, что называется, да, такие острые темы озвучивают, и, уходя на новости, как раз одну из них мы и начали обсуждать. Говорили мы, я, кстати, вот вновь открываю меморандум, и одна из целей в статье первой озвученной, это противодействие незаконному обороту ювелирных других бытовых изделий, драгоценных металлов, ну вот, и проблема сертификации или отсутствие таковой, да, как продать, как купить. Давайте вот об этом поговорим, Василий, продолжайте. Да, вот сама по себе проблема, она имеет место быть, просто может речь идти, так сказать, о больших масштабах, небольших масштабах. Так вот, если вести речь о производителях российских, и производителях бриллиантов, и производителях ювелирных изделий, то как раз это добропорядочные, значит, производители наши. И вот цифры, которые сегодня в ходе беседы были приведены, о тех фактах нарушений, которые были нарушены при проверках, одна сотая процента от объема, значит, общего произведенных изделий. Ну, сама по себе эта цифра говорит, что, значит, качество на самих заводах поставлено на высоком уровне, потому что, ну зачем же я буду портить свой имидж, да, сам себе, да? Это же немедленно на рынке это же все отзовется. Поэтому в этой части нам надо доверять, доверять. Другое дело, что, значит, вопрос, который действительно сегодня достаточно остро стоит, это, значит, незаконный ввоз на территорию сегодня таможенного союза и Российской Федерации, значит, контрабандной продукции. Достаточно большие объемы сегодня до 30, особенно серебряных, и примерно вот 10 до 10 процентов это золотых изделий. Вот здесь действительно, например, мы говорим правительству, давайте введем клеймение ввозимых импортных изделий. Тогда, значит, это будет какой-то барьер. Но до сего времени, к сожалению, пока вот это тоже норма. Да, пока не услышаны мы и пока такое решение не принято. То есть вот барьер, значит, недобросовестной конкуренции надо ставить. Мы с этим полностью согласны. То есть опять парадокс, если я правильно понимаю, да? Сертификация, вот эта разрешительная вся история связана с национальным производителем, она, естественно, связывает руки, да? А ребята весут из-за рубежа не пойми что. Там, пожалуйста. Причем отделить во всем мире, в общем-то, продукция всегда градируется, отделяется клеймами производителя или импортера. То есть градировать можно. У нас же единое клеймо. Именник производителя и клеймо пробирной палаты. Все. То есть фактически изделия по большому счету для потребителя обезличены. И опять же доказать о том, что это изделие ввезено, а потом можно повесить бирку любое ООО «Василек» и продавать это как отечественный товар. А почему как отечественный товар? Потому что большая часть отечественных потребителей с достаточно большим недоверием относится к импорту. Я не имею в виду, конечно, ведущие европейские бренды. Нет, нет, естественно. Я имею в виду к продукции. Средний ценовой сегмент, если можно так назвать. Да, то, что покупает постоянно потребитель. Большинство. Большинство потребителей, средний чек, которых 5-10 тысяч рублей. Я вот подтверждаю, на выставках наших ювелирных изделий, вот этот момент очень четко видно. Когда покупатели изделий ходят, знакомятся с различными фирмами. И сам был неоднократно свидетелем. Это постромское изделие, это якутское, а это не турецкое. Вот, вот, вот. Люди к этому привыкли. Это, так сказать, требование рынка. Но вот как раз недобросовестные товарищи хорошо на это реагируют. А мы противопоставить ничего не можем. Плюс государство нам не помогает в этом. Опять же, возвращаясь, так сказать, к сертификации камней и изделий. Сейчас ни одно серьезное изделие, даже тот же драгоценный камень без сертификата вы не продадите. Это уже требование рынка. Это даже не требование законодательства. Это рынок сам к этому пришел. Почему у нас постоянно увеличивается число лабораторий. Ведущие экспертные лаборатории мировые к нам приходят. Потому что это требование рынка. Востребованы их услуги здесь. То есть это дополнительная защита потребителя. Это говорит о том, что сертификат, вот этот, да, пресловутый, он ни к чему. Потому что в любом случае, да. Он должен быть добровольным. То есть, опять же, если, так сказать, потребитель хочет, естественно, ему навстречу пойдет обязательно продавец и производитель. Производитель действительно отечественно дорожит своей репутацией. Те редчайшие случаи, когда, ну, в любое изделие может там небольшой брак быть. Обязательно, в любом случае, так сказать, не дожидаясь каких-то рекламаций, официальных заключений, нормальные наши отечественные производители меняют. Меняют. Вопросов в этом нет. Вот, например, в последние годы наши производители ювелирных изделий такую практику внедрили прямо на выставках. Покупатель, значит, смотрит, выбирает право отдельно камень, вставку отдельно. Значит, и по его желанию, значит, вот эти два элемента соединяются. Здесь же сидит мастер, который это делает. И изделие, значит, в итоге покупатель выигрывает. Оно дешевле. Дешевле становится, чем кто бы покупал, так сказать, готовые. Поэтому это вот идет как раз... Это только такой рекламный трюк, это до выставки только такие вещи? Нет, это требование, понимаете? Рынок уже требует, потребитель требует. Я хочу, вот мне нравится вот этот оправа, а вот камень мне не нравится. Сделайте мне, чтобы он мне понравился. Пожалуйста. То есть вот даже вот этот пример показывает, что доверие, но вот этот механизм, так сказать, обязательного, так сказать, там, клеймения, сертификации, это должно быть на добровольных началах. То есть опять мы не успеваем просто за движением рынка. Нет, нет, не успеваем за рынком. Время у нас еще есть. Мне просто пример. Знакомый ювелир, он такая небольшая у него фирма, он занимается эксклюзивными изделиями. Он говорит, я делаю дизайн заказчику. Он его утверждает. Мы выбираем камень. Я еду, этот камень делаю экспертизу камня. Вставляю в изделие, он говорит, все, good. Потом опять еду в экспертизу, подтверждаю, что этот же камень. Реально. Я вставил вот именно конкретное изделие. Вот это подход. Ничего в этом зазорного он для себя не видит. Но потребитель, уверен, но это требование не законодательства, это требование рынка. Рынок, конечно. Рынок. Времена кондовые закончились уже, да? Когда вы приходите в магазин, видите что-то, я вот, где бы хотелось, нет. Нету, вот как раньше, понимаете, все, что на прилавке, все, что есть. Сейчас как бы любой каприз. И это нормально. Это нормальное условие. Это весь мир так работает. Просто мы не успеваем в очередной раз за этим. Так вот этот законопроект пресловутый. Сегодня, если по букве этого закона, значит, дальше будем работать, то они теперь пытаются ввести вот эту сертификацию не только бриллиантов и других драгоценных камней, но и полудрагоценных камней, поделочных камней. И пошло и поехало, значит, вот представьте себе, это вот, я спрашивал автора, говорю, вы как видите мрамор, значит, вы будете... В качестве чего, да? Вы что, килограмм мрамора будете сертифицировать, так, квадратный метр этого мрамора, или что вы будете сертифицировать? Вот я говорю, у вас в Министерстве финансов отделано, значит, гранитами мрамора. Как вы будете сертифицировать вот это изделие? По факту уже, да? Вопрос без ответа. Ну, естественно, что нормально. Надо же понимать, что пишешь-то в проектах закона. Желательно, да. Ну, тут еще проблема именно в создании стандартов. Тот же вот мы, являясь добывающей страной алмазов и производящие бриллианты, мы национальный ГОСТ создали давно. Еще в 2008 году он был принят. Но только сейчас он вводится в действие. Почему? Эталоны формируются очень долго. Четыре года. А, так сказать, нормальной системы ГОСТов на другие драгоценные камни не существует. Я вот общался с специалистами... А советские примеры мы здесь не... У нас не было старое ТУ на изумруды. Ну, а именно под отечественные изумруды. У нас совершенно разные позиции по оценке изумрудов с другими мировыми системами. Она вообще никак не коррелируется с ними. А если мы работаем в мировой системе, она должна быть в определенной корреляции совпадать. Взаимосвязана, конечно. Взаимосвязана. На сапфиры Рубина у нас почти ничего нет. То есть это надо сначала, прежде чем вводить это, прописывать законодательство, надо систему оценки специалистам создать. В соответствии с чем мы будем это оценивать? Я предположу вот что. Что вот в рамке законодательства, в этом ряду, да, почему проблемы нет? Потому что там нет специалистов. Вот я предположу такое. Там люди не очень разбираются в предмете, поэтому несут всякую вот... Ну, почему раньше, как я уже приводил в начале передачи, нами занимался все-таки Роскомдрагмент, где сидели специалисты. И вот с 2004 года... Понимал, о чем речь. Он не существует. А нами занимаются... Да, специалисты из Роскомдрагмента делись. Разбежались, так сказать, по фирмам. Уехали за границу. А нами сейчас занимается Минфин, но мы говорим Минфин, но надо конкретизировать. Административный департамент Минфина. То есть, ну, так сказать, хозяйственная деятельность, плюс ювелирная... Вообще отрасль вся, от добычи до производства... Я представляю, что там назначили какую-то девочку, да, вот ты теперь будешь вот это вот курировать. Я разбираюсь, у меня вот колечко есть, мне там, от бабушки, да, и все, я больше никак с ювелиркой-то и не связан. Причем... О, научишься. Да. Научишься. К сожалению, хотя есть Министерство промышленной и торговли, профильное, по нам вроде как бы. Тем более, как мы уже сказали выше, драгоценные металлы, драгоценные камни, не валютные ценности. Какое отношение к Министерству финансов? Да, ну и есть еще и Министерство экономического развития, которое тоже могло бы, значит, курировать. Ну, и я бы хотел вот еще что добавить в завершение, значит, есть проблемы и у наших, как бы, коллег в этой вот технологической цепочке. У наших российских коллег? Да, конечно, у добытчиков. Ну, например, вот компания, акционерная компания «Алроса», которая добывает сырые алмазы у нас, и, значит, это сегодня она вышла на первое место в мире по добыче. Там тоже ведь есть проблемы, значит, сырьевая база последние годы как бы вот на горизонтальной полке. Ну, это вообще мировая проблема. Но в то же время, значит, при вопросах лицензирования, вот вопросы расширения области действия этой лицензии и в глубину месторождения, и по площади, к сожалению, сегодня наше законодательство не регулирует. И поэтому, значит, компании приходится вновь оформлять новые лицензии, допустим, на одну ту же трубку, она верхнюю часть трубки открытым способом отработала, а на нижнюю часть, где подземная добыча, она на новую лицензию. То есть, ну, вопросы, которые требуют дополнительного времени, бумаг там и так далее, и так далее. Тормозят в конечном итоге, да? Да, и второй вопрос, дифференцированные, так сказать, налоговые обложения. То есть, налог на добычу полезных ископаемых, мы полагаем, он должен быть дифференцированным в зависимости от экономических параметров месторождения, гидрогеологических, географических. Ну, это логично. Уважаемые гости, я благодарю вас за внимание, к сожалению, уже времени нет. Уважаемые слушатели, благодарю вас за внимание, за гостей, за то, что они пришли. Я уже не смогу представить вас со всеми реалиями. В гостях были Василий Власов и Вадим Ячменихин, профессионалы своего дела. И я заканчиваю эту программу все-таки с отрадою, хотел бы заметить. Несмотря на огромное количество проблем, все они вот в рамках каких-то федерального законодательства, в рамках административных препонов. Но все-таки я надеюсь, что если такие профессионалы на рынке, то у рынка, у этого, у этого есть будущее. Я желаю вам успехов в вашем нелегком труде. Слушатели, спасибо за внимание. Спасибо.